Мы можем открыть грудную клетку. Изучить содержимое грудной клетки можно, конечно, и открыв учебник. Но так, согласитесь, куда нагляднее. Еще полезнее начинающим медикам заглядывать внутрь живого пациента. Ведь стать врачом без практики все равно, что стать космонавтом, начитавшись одних лишь книг. Именно поэтому больше двух третий кафедр нашего медуниверситета клинические, то есть базирующиеся в городских областных больницах. Сотрудничество выходит взаимовыгодным. Будущие специалисты получают возможность практиковаться, а их преподаватели в долгу не остаются. Доценты, профессора, они оказывают консультации, они лечат, они оперируют. И надо сказать, что это все на безвозмездной основе. То есть наши сотрудники при реализации образовательного процесса оказывают медицинскую помощь в больнице, и при этом больница им не платит зарплату. Будущих педиатров, к примеру, готовят на семи кафедрах, расположенных в самых разных медучреждениях. Сотрудничество десятилетиями было взаимным и крайне плодотворным. Сбой случился совсем недавно, когда руководство 6-й городской больницы подало на медуниверситет в суд с требованием немедленно возместить 260 тысяч рублей. Цитата. «Мы действительно подали иск в суд с требованием оплатить услуги ЖКХ за размещение на своей территории клинической кафедры. Но это не моя личная прихоть. Такое условие прописано в договоре. Если я проигнорирую эти требования, меня прокуратура возьмет за горло». От таких речей преподаватели вздрогнули. Ведь в 6-й больнице их кафедра занимает весьма скромный уголок. А что, если дурной пример окажется заразительным? И в очередь с исками выстроятся остальные медучреждения, в которых студенты порой занимают по несколько сотен метров. Совершенно очевидно, при таком раскладе клиническим кафедрам просто-напросто придется сворачиваться, а будущим врачам превращаться в зубрилок. «Никто нам эти деньги не дает. Поэтому и закон предусматривает безвозмездное пользование. Потому что, ну как учить врачей в отрыве от больницы?» Не исключено, что на практику будущие врачи будут рваться в другие регионы. И далеко не факт, что поторопится вернуться. А это значит, что проблема нехватки врачей в нашей области решится едва ли. Хотя еще неизвестно, на чью сторону встанет арбитражный суд. Екатерина Киселева, Дмитрий Примачек, Виктор Горшенев. Наше время.